Необычное, эмоциональное, пронзительное. К этому выступлению на сцене Ивановской филармонии можно и нужно подбирать эпитеты. С поэтическим туром в городе невест Владимир Глазунов, российский телеведущий, который любит и умеет читать стихи. Бояться всего бесполезно, поверьте. Бояться не нужно ни жизни, ни смерти. И все предсказуемо, если кому-то захочется прыгнуть, хоть раз спрашивать, увидеть Более, улететь на Гавайи, уехать на Северный полюс в трамвае, влюбиться, купить дорогую вещицу, хватайте за хвост свою синюю птицу. Про страхи забыв и забыв о расчете. Ведь вы, как и я, только раз лишь живете. Проехать по российским городам и организовать выступление стало возможным благодаря поддержке фонда Вячеслава Заренкова «Созидающий мир». Стоимость билетов символическая. Да и нет такой задачи – заработать на чтении стихов. Цель другая – донести, растиражировать, наглядно доказать, что поэзия существует, не закончилась на последней странице учебника литературы в 11 классе, полнится новыми произведениями и сейчас. Никто не знает современных авторов, а они уникальны. Мы даже сейчас слушали некоторые стихи и понимали, насколько они пронзительные, насколько они жизненные, насколько они настоящие. А вот сегодня спроси этих людей, которые в зале пришли, они не знают этого. Ни авторы не знают, ни стихотворения не знают. После программы нашей они будут уходить духотворенные. Захочется поискать в интернете, захочется найти мой канал в Ютьюбе или еще каким-то образом на меня выйти через соцсети и так далее. То есть моя задача все-таки познакомить и с поэзией, и с авторами удивительными и замечательными. Тур так и называется – ностальгия по-настоящему. Ни пошлого, ни комичного, ни попсового в наше время мало. Владимиру Глазунову, как только он начал читать на публику, свои произведения стали присылать авторы со всей страны. В его репертуаре Галина Заренкова, Моника Котова, Ирина Самарина. Мы в детстве были много откровенней. Что у тебя на завтрак? Ничего? А у меня хлеб с маслом и вареньем. Возьми немного хлеба моего. Года прошли, и мы иными стали. Теперь никто не спросит никого. Что у тебя на сердце? Уж не тьмали? Возьми немного света моего. Вот хочется нести этот свет людям, как Прометей. Как с факелом, знаете, по олимпийце бегают, а так и мы из города в город переходим только со знаменем или с огнем поэзии. Глаголом «жечь сердца людей» можно и сегодня. Да, глагол немного другой, чем в пушкинские времена. Люди тоже. Неизменными остаются темы, которые трогают и берут за душу. Мои впечатления самые добрые, самые положительные. Пришла я сюда с целью еще и обмена таким опытом, потому что сама пишу стихи, сама пишу для души, для себя. И мне очень важно и приятно слышать такое прочтение, как преподносит его Владимир. То есть очень душевно, очень искренне и очень по-теплому. Впечатления самые-самые, самые душевные. Иваново – десятый город в маршруте большого поэтического тура Владимира Глазунова. В Ивановской области артист посетит еще Фурманов. И потом небольшой перерыв. Цель – объехать не меньше 70 городов России. Но это станет возможным, если фонд продолжит поддерживать проект. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново. АПЛОДИСМЕНТЫ